Ну что, начинается мой денек сегодня с выноса мусора. Так, ну все. Ой, а я теперь не могу дверь открыть. Открывай мне дверь. Все, выхожу. Ой, я не могу. Я же телефон в одной руке держу. Вот все, выхожу. Ну все, я пошла, давай. Звони, если что. Звони, мусор выношу. Ой, какая здесь акустика. А на улице, а на улице, солнышко. Как я сегодня хочу и рвусь на улицу. Так, все, надо, наверное, включиться пока. Так, укидываем мусорник. Всем доброе утро. Как вы поняли, я в деревне. Попросили меня вынести мусор. И я как вышла, все, иду дальше. Смотрю, люди вышли. Кто грядки чистит. Кто еще что-то делает около домов. Ой, как тут красиво. У них все вот эти цветочки уже распустились. Ух ты. Вот эти мне очень нравятся. Крокусы, да? Вот это крокусы называется. Крокусы уже цветут. Целая грядка. И подснежники. Ой, здесь много цветов. Вот там вот красивые, желтенькие. Желтенькие. Все, весна пришла, весна пришла. Ура, 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 ура. А здесь еще тюльпанчики будут свистеть. Нарциссы. Женщина открыла окно. Говорит, можете идти дальше и сфотографировать. Ой, спасибо большое. Потому что у меня неудобно. Я прямо около дороги здесь только. Ой, как тут красиво. Ну вот там дом. Я так понимаю, что это их территория. Ну, не важно. Важно, что красиво. Ну, только посмотрите. Только посмотрите. Как красиво. Пчелка. Как мы соскучились уже по этой красоте. Правда? Класс. Вау. Супер. Вау. Класс. Нет, я только вышла и кругом столько красоты. Красиво, правда? Тепло. Ну, ветер. Видите, я лохматая. Поэтому я не могу тебя нормально снять. Не хочется выглядеть лохматой на видео. Поэтому, наверное, на себя не буду показывать. Много. Птички, птички. Слышно? Птички. Ой. А какой здесь передо мной вид открылся? Вы сейчас упадёте. Просто упадёте. Как вам? Такой обрыв. И река. А трава мгновенно зеленеет. Ещё завтра будет жаркий день. Жаркий, потому что 21-22. Ну, где как. Но ветерок есть. Но всё равно он северо. Нет, не северо. Юго. Юго-западный. Юго-западный. Очень тёплый ветер. Вот здесь такой мостик. Мне очень нравится здесь всегда гулять, когда я приезжаю. Здесь, смотрите, почистили. Вырубали. Ну, пойдём. Любуемся весенней красотой. Такой мостик металлический. Через реку. Туда, в центр. Иду в центр посёлка. Какое. В течение. Ой, телефон бы не уронить. На радостях, что пришла весна в этом году так рано. Ой. Слово нет. Мне кажется, это дерево уже не живое. А всё равно оно так так смотрится. Так смотрится. А может, оно всё-таки распустится. Дети кричат. Птицы черекают. Спустимся к реке. Близко подойдём к течению, к водичке. Пощупаем. Ну, вода, конечно, когда такое течение, она холодная. Даже летом. Ну, здесь стропиночка тоже есть. Доль реки. А как тут подойти? Не так просто, как. Да. Тут не подойти. Видите, какой здесь обрыв. Ну, пойду дальше туда. Может быть, где-то будет спуск. Вот завтра уже распустятся листочки. Ну, вот уже почти распустились. Невозможно подойти. Так, ну вот на том берегу можно было подойти. Там более апологие склоны. А здесь? А здесь нет. Нет. Ну, ладно. А кто-то там с собачкой гуляет. Там вдали виднеется школа. Сейчас я туда пойду. Там, наверное, красота будет неописуемая. У них там всегда очень красиво. Очень красиво. Такой дизайн, ландшафт садовый. А это школа. Вот не знаю, средняя она или уже только основная. У нас в Латвии в таких поселках, как правило, уже средние школы давно закрыты. Вот это не знаю, надо уточнить. Дойду, может быть, где-то прочитаю название. Это историческое здание. Уже не помню информацию, но я думаю, там где-нибудь будет. Это, конечно, современная пристройка. А там дальше, вы видите, уже здание старинное, красивое. Там кто-то живет? Или никто не живет? Что-то там тихонько. Стадион. Школа такая яркая. Очень хорошо здесь смотрится. Очень контрастно, красиво. Довольно скромно украшено. Но, знаете, чистенько, миленько. Такие скромные цветочки. Вот они, тюльпанчики. Очень мило. Очень мило. И больше ничего. А так здесь, конечно, осенью, летом здесь все цветет, пахнет и благоухает. Сегодня я хотела в начале видео немного поругаться на комментарии, который мне пришел утром по поводу вчерашнего видео, когда я приехала в деревню и показывала, что я купила в Пепко. И вот мне написали. И это все. И это все. Как там было написано, я не помню. Ну, смысл в том, что это такой-такой скромный подарок. Как там было написано? Сейчас посмотрю. Уважаемые писатели, которые пишут, что они дарят на Пасху подарочные карты на 100 условных единиц, никогда вам не поверю. Причем, родственникам более дальним, так скажем, более дальним, да? Никогда вам не поверю. Так что не пишите. Не пишите. Не поверю. А вы, уважаемые мои зрители, напишите, какие подарки вы дарите на Пасху? И дарите ли вы подарочные карты? Еще раз полюбуемся на это замечательное здание. Это школа. Ой, я даже не подошла, не посмотрела. Мне кажется, она сейчас только основная. Может быть, еще и средняя. Краткая историческая справка об этом здании. Кому интересно, читайте на английском и узнавайте. Так, здесь упомянуты все достопримечательности. Церковь и другие места. Ого, вот это течение. Вот это мощь. Как я нашла щарик. Это щарик. А еще здесь такие милые зайчики пасутся на лужайке около пеньков. Вот их сколько. Второй там зайчик. Вот третий. Четвертый зайчик. И там еще одного вижу. Как мило все сделано. И вот эта стена сарая. Видите, каждый раз они ее как-то украшают. Сейчас она в национальных узорах. Сколько здесь еще зайчиков милых. Вот еще здесь орнаменты. Река называется Маленькая Югла. Здесь есть эстрада также. И церковь. Мне кажется, здесь даже две церкви. Каждый раз, когда приезжаю сюда, в любой праздник и даже не праздник, всегда есть что снять, что показать. Красивое что-то очень. Какие-то клумбы, цветы, украшения. Очень здесь мило. Поэтому я всегда люблю сюда приезжать. Боюсь пугнуть. Аист. Подойду поближе постараюсь. Все площадки, все полянки. Все украшено. Пасхи. Яйцами, зайцами и даже аист. И даже аист. Зайчик, ты такой веселенький. А, ты маленький. А вот это, наверное, твоя мама. Это твоя мама. Котики. О, можно на качельках покачаться. Скамеечка здесь есть. Ну что, понаблюдаем за аистом? Подождите, их там два? Я не поняла. Нет, это один. Один. Он просто распушился. От ветра. Бачка. Пришла семья погулять. Фотографируется тоже. Вот она. Я здесь уже, наверное, два часа сидела там на скамеечке. Домой не хочется идти. Не хочется. Еще похожу. Сжигаю калории. Вечером будем печенье печь. Яйца красить еще будем. Еще раз я этого красавца с обратной стороны засняла. Сидит. Любовится природой. Там кабачок впереди. А вот здесь тоже под крышей. Нужно посидеть, когда дождик даже. Пикничок сделать. Здесь, я так понимаю, для велосипедов. Можно приехать на велосипеде. Оставить здесь и гулять. В общем, видите, как все чистенько ухожено. Нигде вообще мусора никакого нет. Очень все просто чисто-чисто. Ух ты, какое оно старое. Акмин Крокс. Каменный кабачок. Здесь уже центр. Магазины, остановки. Тоска объявлений. Семья хочет снять двухкомнатную квартиру. Рассмотрю все предложения. Дрова продают. Ага. Вот. Католическая церковь с 12. Работает до часу. Зуба свиртовая. Супиная кухня. Приглашаем всех, кому необходима теплая еда. В общем, какая-то благотворительность. Покупают рога оленей. Очищают поля. Канавы. Корней, да? Кокаугим. Как увидела еще очень красивые клумбы. Таких я не видела. Вот. А там базарчик сегодня тоже есть. Только что-то там людей мало. Вот одежду, трепье продают. Я смотрю, что у них Пагас постарался. Очень постарался. Украсить территорию поселка. Видите, здесь тоже цветочки. И везде, кстати, разные. Вот здесь такие, типа фиалки. На цеполе в фиалках. Самая шикарная клумба у них всегда вот здесь. Сейчас, видите, пока еще ничего не выросло. Не раствело, не распустилось. Здесь прудик. Пока все голо. Там впереди тоже прудик. Тут очень всегда красиво. Море цветов. Обычно. Это их местное самоуправление. Там впереди еще одна церковь. И вот такой большой пруд. Лебедей здесь нет. Когда-то были. Плавали здесь. Ну, не знаю, куда они делись. Ой, ну как же мило. Вот три цветочка. Сразу так мило. А там два цветочка. Так, здесь детская площадочка. Почему-то здесь... Не знаю, что у них тут. Садик какой-то или что. Горка детская, так сказала. Ой, скоро сирень будет распускаться. Если это сирень, конечно. Ну, похоже на сирень. Да, вот впереди еще. Вот такая современная церковь. Не очень красивая, так скажем. Так, а что у них здесь кафе, наверное, есть? Похоже, что это кафе. Но ничего не написано. Какие шишки. Шишек-то сколько. Ого, почти уже распустились. Завтра точно уже будет намного ярче и зеленее. На доска объявления. А здесь такое же объявление, что новое. Что за цирк? Наверное, старое. А все то же самое. Еще новенького, да? Я уже иду домой и везде встречаю бабочек. Вот они здесь везде. Эти бабочки. Красивые. Вот эта очень красивая. Красавица. 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 Продолжение следует...